Приветствую вас, Алена. Я думаю, что у вас есть несколько таких вот ключевых моментов. Первый момент это, конечно же, обида на маму, вот, травмированность ее болезни, вот, о травмированности вероятности смерти отца. Несколько странно мне показалось, что вас воспитывали в 18 лет, в 22 лет вас воспитывал брат. Несколько странно мне показалось, что вы всех подозреваете, ну не всех, но вот брат подозревает, что он подговорил маму. Вот, несколько странно мне это показалось, что вы подозреваете. Вот, есть такая тревожница у вас. Вот, ну и в целом, да, важная мама преследует свои цели, безусловно, она это делает не для вас, она это делает для себя. Вот, но другой вопрос, что вы по-прежнему от мамы чего-то ожидаете, по-прежнему вы на неё злитесь, по-прежнему вас это задевает в её поведении, в её отношении к вам, и это отдельная ваша такая вот проблема, которую нужно решать. Вот. Дальше, значит, давайте мы сейчас пойдём по вашему тексту, значит, здравствуйте, меня зовут Мария, пишите вы, ну, странно, у вас на сайте имя Алёна. Моя мама требует себя поскорее родить детей, хотя со мной она не живёт с 11 лет, материально я никак не знаю вещь, но опять же, да, требует это, вот, понимаете, ну давайте я сейчас буду от вас что-то требовать, то есть, ну вот, да, вам же будет всё равно. То есть, понимаете, требования вашей мамы как-то вас задевают, скорее всего, это некое чувство вины по отношению к ней. То есть, а чувство вины это что такое? Это обязательность, это требование, которое вы, условно говоря, на себя берёте. Вот. Здесь нужно посмотреть, посмотреть на то, как вы реагируете на требования своей мамы. Все началось с телефонного разговора, она позвонила, мы с ней общались хорошо, у меня было хорошее настроение. Ну, смотрите, здесь я вам задам вот такой вопрос, насчёт хорошего настроения. А настроение у вас меняется, оно, настроение, в смысле, зависит от чего-то. Может ли оно у вас от чего-то зависит от настроения или нет. То есть, вот, ну, то, что вы говорите, да, что у меня было хорошее настроение, насколько у вас устойчивое настроение, вот именно устойчивое, насколько. Вот. Это важно. Это очень такой важный момент. Дальше. Тут меня спрашивают, мама, ты с вами собираешься или нет? Я радостно отвечаю, что нет. Мама, как сказать? Надо же что-то с этим делать. Я отвечаю, что надо. Мне не понравился её то. Чем? Не понравился. Опять же, у вас это выдело. Тем более, что вы говорите, что вы с ней общались хорошо. То есть, то, что вы описываете дальше, оно как-то вот вызывает вопрос относительно того, насколько вы хорошо с ней можете общаться. На следующий день начался разговор про рождение детей, что были старые, что пока молодая нужно рожать и т.д. и т.п. Ну, это, конечно, видно, ваша мама, она что-то услышала, да, вот какую-то идею зацепила. Как с ней общаться, я не знаю. Ну, во-первых, общаться для чего. То есть, на чём у вас, в принципе, устраивается общение, что вас объединяет, что вас связывает. Вы считаете своим долгом общаться с мамой или как? А если вы не хотите общаться с мамой, что вы в таком случае делаете? Дальше. Дети так не делаются, дети не кролики. Ну, поспорить с вами здесь сложно. Другое дело, что вы как-будто сами не уверены в своей позиции. То есть, вот, следующий ваш абзац текста, он как-будто вот написан, да, в опровержении вот этой вот вашей чёткой позиции, которую вы, в принципе, выразили в первом абзаце. Дальше. Мне 29 лет. Имеет ли значение для вас возраст? Почему вы из него начинаете? Я живу одна в 8 лет. Опять же, имеет ли для вас это значение? После развода моей мамы с папой, я стала жить с папой. Ну, у вас непростые отношения с мамой, она человекозависимый, вы, вероятно, созависимые. Тут нужно посмотреть, есть ли у вас созависимость, потому что то, как вы реагируете, вполне может быть следствием этого созависимости. Развод матери и отца может быть травмирующей историей для вас. Дальше. Чем был обусловлен выбор? Жить с папой, а не с мамой? У меня есть брат. Какие у вас не в отношении? У него будет дитя женя, а со мной брат не живёт. Опять же, как-то вот, я бы сказал немного странно, что вы об этом написали. То есть, ну, вообще-то, взрослый брат и сестра, наверное, вместе жить не должны были, если у него жена и двое детей. После смерти папы в возрасте в 17 лет я жил с братом. Ну, когда ещё жили с братом, это понятно. Вот почему он вас воспитывал до 22 лет, это не понятно. Это странно даже. Я работала посудомойкой, посудомойкой, уборщицей, немного работала продавцом. Это вы к чему? Написали, к чему. Моя мама за все эти годы ни разу не приехала помочь нам с братом. А должна была? То есть, какое у вас отношение к этому? Должна была приехать помочь? Или как? Или что? Мы жили одни. Опять же, вопрос. А должны были жить не одни? То есть, это странно. 24 года я устроилась на работу дизайнером и расклещиком афиш одновременно. Прекрасно. Молодец. 26 лет я работаю только дизайнером. Супер. Вам нравится профессия? Сейчас я, можно сказать, отдыхаю за все свои годы. А вы устали? То есть, вам было что-то тяжело за ваши годы. Что именно? У меня есть мужчина. Я не обращу от него детей. Мне не просто хорошо проводить время. Ну, забегая чуть вперед, мне кажется, что, смотря на свою маму, вы воспринимаете детей как что-то, скажи, угрожающее. В контексте ответственности за них. Я верю и я помню, что вы писали по поводу детей, что готовы взять из детского дома дальше, если не успеете родить. Вот. Но у меня такое ощущение возникло, что вот вы чего-то опасаетесь. То есть, опасаетесь вы таких вот близких отношений. В частности, из-за своей не совсем благополучной семьи, как я понимаю. И, в частности, из-за того, что вы переживали по поводу смертятства. Ну, собственно, о чем я говорил, что вас это травмировать могло. Вот. Из-за этого вы близких отношений боитесь. У меня сложилось такое ощущение, что вот вы боитесь брака, боитесь детей, боитесь вот какого-то лишнего обременения. Вот. И старайтесь не отягощать в себя лишней ответственности, скажем так. Вот. Сложно вас за это винить, вообще-то говоря. Понятно, почему вы так поступаете, но вопрос заключается в том, что кроме вашей некой тревожности из-за этого, постоянной, все-таки с ответственностью нужно разобраться, да, и почувствовать контроль. Контроль над ней, над ответственностью своей. Вот. Это, пожалуй, достаточно важная история. Куда важнее, чем, например, какая-то стратегия поведения с мамой, с мужчиной, с детьми и так далее. Дальше. Эмммм... Нет, наоборот, хорошо проводит время. Супер. Меня, наоборот, не интересует, мама меня любит или она любит себя. Ну, она себя любит, совершенно точно. Эммм... Правда, любит она себя несколько... ...нетривиальным образом. Эммм... Ибо... Такого вот рода действий. Поскольку она не очень любит себя, то, соответственно, она не может проявлять адекватной любви к вам. Вот. Это первое. Второе. Мария. А, ну, положая руку на сердце, вы и брады считаете, что мы можем ответить на вопрос, любит ли мама вас или себя? Да. Положая руку на сердце, вы правда считаете, что нельзя любить и себя, и кого-то еще? То есть... Ваш вопрос здесь выглядит странно. Именно для психолога. Зачем ей отменять дети? Так же. Это вопрос не для психолога. Мы не знаем ваших мам. Гадать это не совсем профессия психолога. В общем, очевидно, что мама что-то компенсирует. Пытается компенсировать. Дальше. Я бы хотел детей по любви от любимого человека, не потому что надо, или кто-то сказал рожать. Опять же. Четкая позиция. Вы молодец. Если только не идеализируете любовь. Меня очень она обижает. И вот, смотрите, у вас четкая позиция, и меня очень обижает. Давайте подумаем, что такое обида. Обида, это когда вас задевают слова какого-то человека, в данном случае вашей мамы. Обида, когда то, чего вы ждете от человека, не сбывается, не оправдывается. И обида, это такая модель поведения, при которой вы таким вот полуманипулятивным поведением, формой, полуманипулятивным поведением пытаетесь вызвать у человека чувство вины, чтобы он что-то для вас сделал. То есть, обида, это вот такое, знаете, перекладывание ответственности. То есть, вы обижаетесь самому, вместо того, чтобы посмотреть на свой внутренний конфликт. Вот, по сути, это никогда не древо. Соответственно, с обидами нужно разбираться, работать, выявлять конфликты, которые лежат в основе обиды, и решать эти конфликты. Дальше, как с ним общаться? Ну, опять же, об этом я уже говорил, а вы спрашивали, что вообще нужно ли общаться с ней. Она сравнивает меня с братом, с его точки зрения она уважает, мою нет, мою нет, я не знаю, чего вы не знаете. То есть, она уважает точку зрения брата, связанное с её потребностью в мужчине, скорее всего. Первое. Второе. Вы здесь, как бы, сравниваете себя с братом, как бы боретесь с братом за внимание мамы. Понятно, что я утрирую, и фактически, вероятно, ничего этого нет. Но внутри себя, вероятно, определённые мысли на этот счёт у вас есть. По крайней мере, брата вы, вероятно, считаете лучше, чем вы, потому что у него и дети есть, и жена есть, и к точке зрения его прислушиваются на мамы. А вы, типа, какая-то не такая, с вами, типа, что-то не так. Дальше. Может мой брат, когда, может мой брат её как-то просит поговорить со мной, чтобы я рожал. Зачем это ему? Видите, здесь у вас такая паранойя, да, небольшая? Вот. В основе которой тревожность лежит, то есть незащищённость. Я не понимаю, почему она беспокоится. Ну, это её проблема. Видите, вот этот вот признак созависимости. Это признак созависимости, что вы не можете отделить проблемы человека от своих собственных. Так, значит, я привыкла жить одна, я не против детей, но так не делается. Ну, вы описали уже. Что значит, надо, надо кому, детей так много. Есть детские дома, дети, бери, не хочу, я не против буду взять ребёнка. И здесь кладу, ну, с детям у вас тут, видимо, какое-то немного особенное отношение, да. Вот. Как-то вот, вероятно, на детей вы проецируете некоторые свои детские переживания, вероятно, не выраженные в детстве. Если поймут, что своих, значит, так, это понятно, возьмёт ребёнка, если поймёт, что не успел завести своих. Много переживания за мою старость. Я просто понимаю, как я мучил, когда умер папа, и думал, что меня лучше бы не разнялись, и всем так же будет. А с чем это связано? То есть, вот, ну, с чем конкретно связано ваше переживание? Вообще, мне такое ощущение, что вы давно ни с кем по душе не говорили, потому что ваш текст, он больше похож на разговор с самой собой, знаете, вот. Потому что одна тема цепляется за другую и так далее. То есть чувствуется, что вас наболело, наболело, наболело. Дальше. Мама вместо, так, значит, переживала, когда умер папа, а мучилась из-за чего. Мама вместо того, чтобы радоваться, что я работаю за судомойкой, она как-то даже была недовольна. Ну, вот видите, здесь опять обида. То есть, вы выбрали работать за судомойкой, а она должна радоваться. Почему она должна радоваться за нас? Что вам это даёт и чего вам не хватает? Ну, это вот то, что предстоит разобрать. Дальше. Мама алкоголичка, она пьёт. Так что то, что у меня нет детей, это моё осозненное решение. Так вы не успели, или это ваше осозненное решение? Как бы, на мой взгляд, противоречие. Понимаете? Вроде бы у вас есть чёткая позиция, хочу детей по любви, но в то же время осозненное решение, что детей нет. Дальше. Как ваше решение не иметь детей, связанное с алкоголизмом мамы? Тоже очень важный момент. Помогите, пожалуйста, советам. Ну, психологи советов не дают. Как сделать? Мама поняла, что жизнь моя и жизнь моя. Никак. Больше мамы не поймёт. Только если вы, ну, предстоит быть созависимым. Меня обижает другое. Ну, а если вас обижает другое, смысл тогда в вашем вопросе? У меня ощущение, что что бы я ни сделала, всё плохо, всё время критикой заработают, то ну и что, детей нет. Я не только, не потому что умная. Ваши мамы критикуют вас с определённой целью. Её личной целью, потому что эта цель помогает ей решить её собственные проблемы. Вас её критика задевает, потому что вы хотите её одобрить. Вопрос в том, что вы себя обесцениваете компенсировать, которое вы пытаетесь с одобрением своей мамы. Так. Значит, я могу родить, выйти замуж, могу, но не хочу. Прекрасно. Вот это всё. Это опять чёткая позиция ваша. Отлично. Этого достаточно. Но вы так не считаете. По-моему, моя мама не ожидала от меня, что у меня есть мозг, а не только биологические потребности, и она никак не может в это поверить. Но это скорее уже ваши какие-то рассуждения, да, то есть это уже вы делаете вывод исходя из того, какой человек ваша мама. Может быть вы бравы, но нам это ни о чём не говорит, кроме того, что это ваши догадки. Ей легче списать на мою листью Ленинскую волонтильность, чем на осозненное решение не иметь детей, чтобы они не мучались с такой жизнью, какой жила я. Ну вот опять же здесь противоречие в контексте того, что было до этого, то есть вы до писали совсем другого, сейчас вы пишете другого. Далее вы здесь говорите о своей травмированности, ваша травмированность никак не связана с будущими детьми, возможными вашими. Совершенно не обязательно, что они будут проживать то же, что и вы, если вы пройдёте психотерапию, например, и скорректируете себя, свою личность. Так что всё в ваших руках. Просто моя мама жила для себя, думала только о себе и сбежала в другую страну непонятно к кому. И обо мне с братом не думала. Но опять же, сейчас это говорит скорее про обиду. Про вашу обиду на неё. Так, мне сейчас трудно поверить, что дети это здорово. Но опять же, она видит свою травмированность, как бы переносите на своих возможных детей будущих. И опять же, противоречит тому, что писали выше. Я видел свою маму измученную нами, убегающую от нас. Теперь она говорит, что дети это здорово. А вы как-то маму одновременно вот хотите, чтобы она все это поняла, то есть понимаете, что она, ну, ошибается. С другой стороны, вы её мнение воспринимаете на веру. Но это снова противоречие. Дети это здорово, когда воспитывает их кто-то другой. Это ваше высказывание? Или это ваше мнение? Или мне для мамы? Непонятно. Мне кажется, что вы боитесь ограничения свободы. Вот, что мне кажется. На тот момент мама пятьдесят шесть, муж его нет, я не понимаю, какие цели пристрелят мою маму. Ну, опять же, это ваша мама, какие у неё цели неизвестно. Потому что у вас есть страхи. Это факт. Неужели без неё я не смогу навести детей? А как ваш вопрос укладывается в то, что вы написали ранее выше? Вот сопоставьте. Просто сопоставьте. Или она решила на старости лет поиграть в маму и проявить якобы заботу ко мне. Опять же, опять же, здесь чувствуется ваша обида на неё. Но для чего тогда вы с ней общаетесь? Для чего тогда поддерживаете контакт с ней? Либо вы чего-то недоговариваете, ну, просто что-то упустили из вида. Важный момент во взаимоотношениях с вашей мамой. Либо вы очень сильно противоречите себе во всём, что касается мамы и детей. Корнем всего этого являются ваши внутренние проблемы, противоречия, конфликты, может быть, комплексы страха и обиды на маму, на себя. Вот. Ну, собственно, вот такая вот история. То есть вы предлагаете Марии нам погадать. Психологи не гадают и не дают советов, да? Психологи обозначают проблемы и, соответственно, вместе с человеком решают эту проблему. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Я понимаю, у вас есть страх быть сброшенным, вероятно. Вы, вероятно, боитесь, что отбросят или что детей вы не будете любить так же, как, собственно, ваша мама. Вот. Вот. Ага. Я понимаю вас. Я понимаю. Но, опять же, достаточно поработать с личной ответственностью. У вас, ну, вот, ваша личная ответственность достаточно поработать, чтобы, ну, чтобы вы не повторили тех, скажем так, даже не ошибок, да, действий. Чтобы вы не повторили тех, которые, вот, совершил ваш канал. Вот так, скажем. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи.